Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Устанавливают витражные окна, занимаются внутренней отделкой, на каком этапе строительства школы в Новой Самаре. Кровати заправлены, куклы рассажены. С понедельника детские сады начнут работать в прежнем режиме. Более 90 тысяч заболеваний удалось выявить в прошлом году благодаря диспансеризации. Самарские больницы снова начали прием жителей на эту процедуру пока по предварительной записи. Школа в Новой Самаре украсится витражными окнами. Их уже заканчивает устанавливать. Рабочие занимаются внутренней отделкой здания и параллельно благоустраивают площадку вокруг будущего учебного заведения. Ход строительства ключевого объекта микрорайона проверила глава Самары Елена Лапушкина. Все подробности расскажет наш корреспондент Мария Левина. Строительство школы в Новой Самаре идет полным ходом. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой. В будущем учебном заведении укладывают плитку, штукатурят стены, а после прокладки коммуникации приступят к отделке потолка. На сегодняшний момент заканчивают устанавливать витражные окна. Проверить ход строительства на площадку приехала глава Самары Елена Лапушкина. Сейчас работают над системами вентиляции, дымоудаления и электроснабжения. Не забывают и о внешней отделке. Закончили утепление фасадой. В ближайшее время приступят к его покраске. Покраска будет в соответствии с проектом, который утвержден и согласован. Единственный момент. Сегодня было принято оперативное решение. Не дожидаясь прихода заказанных дверей на объект. Здесь 35 дверей по внешнему периметру здания. Не дожидаясь его осуществлять покраску основных фасадных стен. Не затрагивая наличник этих входных групп, которые будут сделаны позже. И возможно им придадут некие цветовые акценты. Параллельно занимаются благоустройством прилегающей территории. Здесь планируют возвести несколько спортивных площадок для футбола, волейбола и баскетбола. Новая школа станет ярким и функциональным комплексом всего микрорайона. Мария Левина, Василий Колдашов, Константин Головин. События. С понедельника детские сады Самары вернутся к привычной работе. Сейчас идут последние приготовления. В группах устанавливают рециркуляторы воздуха. Персонал, который прошел тестирование на COVID-19, оснащают масками и перчатками. На входе отрабатывают процедуру встречи детей. Готовность к новому учебному году проверяют и в самарских школах. С 1 сентября дети вновь начнут ходить на очные занятия. Инспекцию образовательных учреждений провел и Андрей Горгуленко. Шкафчики со сказочными персонажами и аккуратно заправленные кроватки пока выглядят одиноко. Но с 24 августа в этих комнатах вновь начнется веселая суета. С понедельника 174-й детский сад, как и другие дошкольные учреждения города, вернется к привычной работе. Все комнаты оснащены рециркуляторами воздуха. Персонал за счет средств городского бюджета сдал тест на COVID-19. Для каждой группы есть отдельный вход, чтобы избежать скопления детей в холле. Специалисты отработали порядок встречи детей и их родителей. А пока в учреждении открыты дежурные группы. У нас уже большой опыт. В нашем личном саду дежурный группа работают с 7 апреля. Поэтому мы уже наработали достаточно большой опыт в организации всего этого процесса. У нас обязательно утренний прием через термометрию. Плюс мы еще, кроме этого, два раза температуру меряем. Ко встрече детей готовят и школы. Сейчас завершается их приемка. Министерство просвещения России не планирует заменять очные занятия на дистанционные. А потому важно, чтобы дети получали образование в качественных условиях. Так в 49-й школе сделали капитальный ремонт столовой. Полностью заменили техническое оборудование. Покрасили стены в цвета, которые выбрали родители и ученики. Отремонтировали входы. Привели в порядок первый этаж. Все это способствует выполнению задачи, поставленной президентом страны Владимиром Путиным и губернатором Дмитрием Азаровым. Обеспечить горячим питанием учеников начальной школы. Есть классы, которые будут принимать пищу первостепенно. Это наши первоклассники, которых мы в этом году набрали 120 человек. И, соответственно, потом вторые, третьи, четвертые. У нас есть еще ребята, которые помимо завтраков получают обеды и полдники. Мы все продумали, мы готовы, с нетерпением ждем наших ребят. В этом году отремонтировали 31 учреждение. Привели в порядок кровли и пищеблоки. У всех школ восстановили поврежденные ограждения. Кроме этого, были выделены деньги на приобретение дезинфицирующих средств – масок, перчаток, санитайзеров и очистителей воздуха. Весь комплекс безопасности мы предусмотрели и хотим наших родителей успокоить. Все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовы к новому учебному году. По национальному проекту образования к новому учебному году обновили оборудование и в городском центре развития образования. Теперь в учреждении есть интерактивные доски, техника для проведения естественно-научных онлайн-экспериментов и 3D-моделирование. Это выход на новые рубежи. То есть оно помогает на курсах повышения квалификации показывать, как это работает. И самое интересное, что интерес возникает не только у педагогов, но к нам сюда приходят и дети. Все это позволит учителям, которые приходят на курсы повышения квалификации, познакомиться с новыми технологиями и начать применять их в учебном процессе. Потому что таким оборудованием оснащаются все больше школ региона. Также специалисты центра готовы проводить с новой техникой и выездные уроки, чтобы каждый школьник Самары мог получать знания качественно, интересно и с современным подходом. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. В выходные жители некоторых домов Самары останутся без горячей воды. Это связано с перекладкой тепловых сетей. С 8 часов вечера пятницы до 12 дня понедельника горячего водоснабжения не будет в домах на 3, 5 и 6 просеках. На улицах Советской армии, Новосадовой, Солнечной, Запорожской, Гагарина, Победы, Дыбенко и на Первом безымянном переулке. Из-за земляных работ с вечера пятницы до 6 утра понедельника также ограничат движение транспорта. На улице Новосадовой от Гастелло до Советской армии, а также по улице Советской армии на участке между домами 236 и 243. в оба направления. Кроме того, до утра понедельника будет ограничено движение транспорта по улице Запорожской на участке от Дыбенко до Гагарина в оба направления, а также по улице Советской армии в районе перекрестка с улицы Печорской в направлении Гагарина. Жители просят отнестись к ситуации с пониманием. Очередной звонок о заминировании поступил в эту пятницу в Октябрьский суд Самары. Днем ранее подобные сообщения приходили в другие районные суды города, аэропорт и даже в администрацию. За последние две недели это уже третий случай, когда сотрудникам полиции и МЧС пришлось отцеплять территорию, эвакуировать людей и проверять безопасность зданий. Какие письма при этом приходят на почту судов, узнала мэри Елчан. Работа Октябрьского районного суда сегодня была приостановлена. Это произошло из-за сообщения о заминировании. Посетители и персоналы здания эвакуировали, территорию отцепили. На место приехали спецслужбы. После всех необходимых проверок выяснилось, что тревога ложная. Жители Самары возмущены действиями мобильных террористов. Ведь из-за чьих-то неудачных шуток они не могут закончить свои дела. Надо искать того, кому это выгодно. Я сюда прихожу в первый раз, и что называется, с корабля на бал пришел единственный раз и сразу вот так вот попался. В моем представлении это крайне неудачный дебют. Как нам рассказал собственный источник, на почту судов нескольких регионов России приходили сообщения, в которых говорилось, что это будет продолжаться, пока некий Константин не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи. Волна ложных заминирований уже прокатилась по Самаре 13 и 20 августа. Такие же лжезвонки поступали и в других городах. Сейчас правоохранительным органам предстоит разобраться в происходящем. Мобильных террористов будет ждать наказания. За сутки в Самарской области зарегистрировали 44 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 7794. Такие данные в пятницу 21 августа опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Еще 53 пациента в регионе выздоровели. Всего с начала пандемии из больниц выписались 6019 человек. Число летальных исходов в регионе по-прежнему составляет 122. Они возвращаются к повседневной работе, но в любой момент готовы снова выйти на передовую. В клиниках Самарского медицинского университета закрыли госпиталь, где лечили пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Всему коллективу медицинского учреждения вручили подарки, благодарственные письма. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Александра Лунина трудится врачом-реаниматологом уже больше 11 лет. Когда в клиниках медуниверситета развернули ковидный госпиталь, ей пришлось лечить своего супруга, который заболел коронавирусом. Сначала он находился дома с детьми, но потом ему стало хуже. Мужчину привезли в больницу с сильной лихорадкой. У супруга Александры Луниной было поражено 40% легких. В течение суток он попадает в отделение реанимации интенсивной терапии. На неинвазивной вентиляции легких он у нас находился 3 дня. Дальше в течение 2-х недель, ну 3 дня мы боролись за его жизнь и здоровье. Дальше в течение 2-х недель он лечился здесь. Был выписан, к большому сожалению, как бы с осложнениями. Вот свирусный миокардист, он до сих пор находится на больничном листе. Но состояние его уже лучше, то есть мы уже на пути к выздоровлению. Госпиталь открыли 19 мая. Работы было так много, говорят врачи, что они и не заметили, как пролетело время. Медикам приходилось работать с тяжелыми пациентами. Для этого открыли блок интенсивной терапии. Больные заняли все койки буквально за 2 дня, но доктора, которые столкнулись с большим потоком больных, сложности не испугались. Их профессиональный подход к делу отметили не только руководители медучреждения, но и благодарные пациенты. Пациенты, я могу сказать, что очень многие присылали благодарности нашим врачам, которые боролись за их жизнь, потому что больные достаточно тяжелые. Очень много добрых слов и от родственников, и от пациентов при каждой выписке всем докторам, не только мне, но и лечащим врачам. Я сам был лечащим врачом, у многих пациентов всегда от чистого сердца нас благодарят. Самое главное, это когда пациент поправился. Других наград не нужно. За несколько месяцев работы в клиниках медицинского университета поставили на ноги более 500 пациентов. Причем 20% из них находились в реанимации. Врачи не только помогли больным, но и приобрели бесценный опыт в борьбе с пандемией. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. Тем временем в самарских больницах возобновили диспансеризацию. Об этом в прямом эфире программы «Звоните доктору» рассказал главный врач Центра медицинской профилактики Александр Муравец. По закону граждане до 40 лет имеют право раз в 3 года бесплатно пройти медосмотр. После 40 ежегодно. Диспансеризацию проводят в будни, причем этот день будет оплачен государством. Также его можно добавить к отпуску. Не все пациенты больниц остаются довольны результатом, но, по словам медиков, игнорировать процедуру все же не стоит. Мы будем и дальше активно работать с отраслью здравоохранения, чтобы качество и доступность медицинской помощи в целом и диспансеризации, в частности, повышалось. Но никакие наши усилия не сработают, если граждане просто не будут переходить. Чтобы повысить выявляемость заболеваний, изменилась процедура взятия некоторых анализов в технологии чтения маммографии. В прошлом году благодаря диспансеризации удалось выявить порядка 93 тысяч заболеваний, в том числе 26 тысяч сердечно-сосудистых, почти 2 тысячи онкологических. И большинство из них на ранней стадии. Пока диспансеризация проводится только пациентам моложе 65 лет, по предварительной записи. Записаться на процедуру можно как в регистратуре, так и на сайте поликлиники. Деловая активность предпринимателей малого и среднего бизнеса снизилась. Российские банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов. А улететь из Самары в Москву будет дешевле, чем в начале лета. Обо всем подробнее расскажем в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Андрей Горгуленко. Цены на нефть сегодня снизились. За баррель марки «Брент» дают 44 доллара 43 цента. Валюта снова подросла. На 22 августа Центробанк установил курс доллара на отметке 74 рубля 10 копеек, евро 87 рублей 73 копейки. В июле деловая активность россиян снизилась после заметного улучшения в июне. Эксперты отмечают, что причина в усилении пессимизма предпринимателей в отношении дальнейшего развития пандемии COVID-19 и ее влияние на потребительский спрос и экономику. Данные получены в результате ежемесячного исследования настроений малого и среднего бизнеса, организованного финансовыми аналитиками. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1621 компаний сектора из всех регионов России. Исследования свидетельствуют, что бизнес продолжает ощущать на себе последствия пандемии, хотя и адаптировался к новым условиям. Объем и количество ипотечных кредитов, выданных в России в июле 2020 года, стали рекордными для летних месяцев, подсчитали эксперты. По предварительным данным, в июле банки в России выдали 129 тысяч ипотечных кредитов на 320 миллиардов рублей. По количеству кредитов июль на 15% превзошел итоги июня. В сравнении с июлем прошлого года показатель вырос на 37%. По объему предоставленных денег июльская ипотека выросла к июню на 21%, а к прошлогоднему результату на 53%. Средняя сумма выданных в июле ипотечных кредитов, по данным исследования, составила почти 2,5 миллиона рублей. Средний срок кредитования превысил 16 лет. Из Самары в Москву теперь можно улететь менее чем за 4 тысячи рублей. Самые крупные отечественные авиакомпании снизили цены на перелеты по России. В среднем билеты из Самары подешевели на 25-35%. На снижение цен повлияло ухудшение финансового состояния граждан во время пандемии коронавируса. Вылеты в сентябре-октябре будут стоить существенно дешевле, чем в начале лета. В список направлений со сниженным тарифом вошли Уфа, Краснодар, Пермь, Сочи, Новосибирск, Казань и другие города. На том же уровне остались лишь цены на путешествия из Москвы в Санкт-Петербург и минеральные воды. На этом все. Процветание вашему дому. В Самаре назначили новых прокуроров сразу в двух районах города. Надзорное ведомство Куйбышевского района возглавил 44-летний Евгений Тупиков. Он начинал свою карьеру в должности следователя в прокуратуре Центрального района Тольятти. Потом работал в должности старшего следователя. С 2002 года являлся заместителем прокурора Комсомольского района Тольятти. А с 2010-го перешел в Самару на должность прокурора Октябрьского района. Теперь это место занял 36-летний Александр Левыкин. Службу в прокуратуре он начал в 2011 году в должности помощника прокурора Ленинского района. Потом трудился в областной прокуратуре Самары. В 2016 году занимал пост заместителя прокурора Красноярского района. А с 2018-го был зампрокурора Самары. Счет долгов населения Самарской области идет на миллиарды. Судебные приставы продолжают возвращать средства в региональный бюджет. Порядка двух миллиардов рублей задолжали предприятия губерния и отдельные жители за холодную воду. Есть злостные неплательщики из-за отопления. С начала 2020 года судебные приставы Самарской области вернули организациям топливно-энергетического комплекса более 160 миллионов рублей. Чтобы заставить должников платить по счетам, судебные приставы идут на крайние меры, вплоть до конфискации имущества. Это грозит даже тем, кто задолжал, к примеру, за коммунальные услуги более 3000 рублей. Данные рейды проходят еженедельно. То есть, если должник не оплачивал свой долг и у него есть задолженность свыше 3000, мы заберем автомобиль у него в любом случае. Также мы можем с судебными приставными исполнителями ходить по квартирам и арестовывать уже имущество. Расстрочка предоставляется до вынесения судебного приказа. Если судебный приказ вынесен, к сожалению, рассрочку мы предоставить не можем. А теперь коротко о других событиях этого дня. В ночь на пятницу в Самаре загорелась квартира в доме номер 55 по улице Каховская в Кировском районе. Пожару, площадь которого составила 10 квадратных метров, был присвоен повышенный ранг сложности 1 бис. На борьбу с огнем выехали 33 человека, которые ликвидировали пожар в первом часу ночи. Во время тушения из здания было эвакуировано 11 человек. Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя поселка Управленческий, пытавшегося ограбить торговую точку. Инцидент произошел около 3 часов ночи. Злоумышленник попытался проникнуть в помещение через окно и забрать у продавца дневную выручку, угрожая предметом, похожим на пистолет. Однако пролезть в окно мужчина так и не смог, после чего скрылся с места преступления. Прибывшие на место происшествия правоохранители собрали улики, опросили женщину-продавца и выяснили, что к разбойному нападению мог быть причастен житель поселка Управленческий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. После чего задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Самаре установят 15 новых светофоров. На эти цели из городского бюджета выделено 14 миллионов рублей. Светофоры появятся на пересечении улиц Вольской и Средней Садовой, проспекта Металлургов и улицы Строителей, проспекта Металлургов и Юбилейной, улицы Самарской и Рабочей, Огибаловой и Рабочей еще на нескольких перекрестках. Два из них будут регулировать подъезды к школам. В общей сложности в 2020 году светофоры появятся на 30 участках. Работы обещают выполнить до конца октября. Пример достойной подражания. В Самаре продолжается инклюзивный проект «Творцы счастья». Это встреча молодежи с актерами, художниками и поэтами, которые достигли успехов в своей деятельности, несмотря на ограничения по здоровью. В этот раз о своем пути к успеху рассказал актер Павел Родионов. Инвалид по слуху с рождения. Он окончил Академию культуры в Москве и сейчас работает в одном из театров Германии. В чем залог успеха, по мнению неслышащего актера, узнала Лариса Шалафаст. Главное в жизни идти к своей цели и не жалеть себя, считает Павел Родионов. Инвалид по слуху с рождения. Он общается с окружающим миром при помощи жестов. Павел профессиональный актер. Окончил Академию культуры в Москве и сейчас живет в Германии. Работает в театре мимики и жеста. Потеря слуха не конец света. Надо добиваться, радоваться, творить эмоции, радость. Ну и, конечно, быть дружными с людьми. Любовь к театру появилась у Павла во время обучения в Самарской коррекционной школе-интернате номер 4. Педагоги вовремя заметили талант мальчика, а дальше решающую роль в становлении Павла как актера сыграло трудолюбие. Качество, которое позволило ему стать таким человеком, неординарным, это, наверное, его сила характера. Поступить в Московский институт искусства достаточно трудно поступить. И по той причине, что страна наша огромная, а всего 10 человек будут учиться в этой группе, в этом институте. И Паша оказался среди этих 10 студентов. И так, вот весь его путь, мне кажется, это вот сила характера и правильный выбор. Встречи молодежи с актером Павлом Родионовым организовали члены общественной палаты Самарской области. Чтобы на четком, конкретном примере увидеть, как можно себя реализовать, несмотря на определенные ограничения по возможностям здоровья. И поэтому наш проект, он с одной стороны позволяет и дальше мотивировать наших ребят, которые стоят на трудном жизненном пути, к тому, чтобы добиваться, достигать и славить Самарскую область. До конца года в Самаре пройдет еще несколько встреч с удивительными людьми, пример которых может вдохновить на новые свершения. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Они изучали быт испанцев и индейцев, а также счетное дело. Каким было образование в купеческой Самаре начала 19 века? Все секреты раскрывает новая выставка в областной универсальной научной библиотеке. Экспозицию увидела Мария Левина. На кадрах конспект четвероклассницы 19 века. Ровный почерк, аккуратно выведена каждая буква. Сейчас такое каллиграфическое написание редко встретишь. Позапрошлый век уносит новая выставка, открывшаяся в Самарской областной библиотеке. Здесь можно увидеть аттестаты, учебники, антикварные письменные приборы, принадлежащие жителям купеческой Самары. Очень много учебников того времени посвящены именно счетному делу. В целом, народное образование в Самарской губернии было на достойном уровне для уездного города. У нас было достаточное количество училищ, где люди получали среднее специальное образование. И училищ разной направленности, и реальные училища, и были училища для сельских учительниц, педагогические разного рода направления были раскрыты. И в том числе и для рабочих специальностей тоже было достаточное количество учебных заведений. Для провинциального города было, по-моему, очень даже развито наша система образования. Среди уроков и игровая физика, и предмет, который современному человеку покажется нетривиальным – народоведение. Школьники изучали жизнь индейцев, французов, испанцев. Причем классы среднепрофессиональных учреждений были переполнены. В среднем занятия посещали 40 человек. На этом фотоурок в Самарском реальном училище. Выделялся и образ учителей, которые приравнивались к высшему обществу. Интеллигентные люди, в общем-то, в нашем понимании достаточно обеспеченные, хорошо одетые. Потом люди, которые фотографировались тогда, это было недешево, и они ценили вот эту возможность запечатлеть себя. И в качестве уважения, почтения человеку подарить свой портрет. Судьба Самарской областной библиотеки неразрывно связана с историей народного образования губернии. Читальня несколько лет размещалась в одном здании с Самарской мужской гимназией. Познакомиться с артефактами 19 века жителей и гостей города приглашают в год 160-летия библиотеки. Выставку можно посетить самостоятельно, либо в составе экскурсионной группы из 10 человек. В таком случае необходима предварительная запись. Мария Левина, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на официальном сайте Самары ГИС и в социальных сетях. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!